Дым и пламя. В Сочи стартовал проект «Георгиевская ленточка». Планируется раздать почти 41 тысячу лент. Эксперимент завершился удачно, а в Сочи подвели итоги работы участковых избирательных комиссий. Показатель смертности онкобольных в крае за последние три года снизился на 5%. Такую статистику сегодня озвучили на съезде онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии. В Сочи прошел лохматый кросс. Необычный забег организовали любители животных. Первый специализированный завод детского питания заработал на Кубани. Аналогов ему нет на всем юге страны. Предприятие открыли в Тимошевском районе. Старт производства вместе с президентом компании сегодня дал глава региона Вениамин Кондратьев. В новых цехах будут изготавливать детский творог и пищевой йогурт. В строительство завода инвестор вложил около 2 миллиардов рублей. Возвели предприятие в рекордно короткие сроки, отметил губернатор края. Только год назад мы подписали соглашение о том, что завод по производству детского питания будет строиться. И спустя год мы с вами находимся уже в этом заводе. Друзья, в непростое политическое время, непростое санкции, ограничения, запреты. И тем не менее, они выполнили свои обязательства и построили завод в Российской Федерации на территории нашего Краснодарского края. Конечно, для нас завод в первую очередь это новая отрасль переработки. Но самое главное, еще плюс 200 тонн молока наши серхозтоваропроизводители смогут сдавать на это предприятие. Это очень серьезный проект. Начинал несколько лет назад. И за счет этого проекта мы ожидаем, что потребитель в Краснодарский край может получить самые свежие продукты. Конечно, это тоже оптимально для логистики. И мы очень позитивны про этот проект. После официального открытия главе региона провели экскурсию по заводу. Все производство практически полностью автоматизировано. А контроль качества проводят на каждом этапе, начиная с закупки сырья. К слову, для приготовления детских порошков используют только кубанское молоко. Причем только то, которое проходит строгий отбор. Вот в этих вот цистернах находится молоко. Не порошок, а молоко. Вот это принципиальная важность, что все, что производится на Кубани, сделано из молока, из натурального молока. Это наше конкурентное преимущество. А в рамках рынка мы должны это конкурентное преимущество демонтировать и выводить на первый план. С открытием этого предприятия в районе дополнительно появится около 70 рабочих мест. А местные фермеры могут рассчитывать на новый рынок сбыта. В сутки завод планирует выпускать до 25 тонн детских творожков. О дальнейшем сотрудничестве с инвестором речь шла уже во время рабочей встречи. Сегодня мы заинтересованы максимальным сотрудничеством, потому что создавая свои производства, вы создаете рынок сбыта для нашего агропромышленного комплекса. Поэтому мы заинтересованы еще раз в том, чтобы компания расширяла свои производства в Краснодарском крае. Вопрос гибкости налоговых льгот, преференций для нас здесь имеет даже не второстепенное значение, а даже третьестепенное. Потому что первостепенное значение – это наличие рабочих мест на предприятиях, где люди могут приходить туда каждый день, получать стабильную зарплату и быть уверенными в завершеннем дне. Вот это сегодня для меня очень главный приоритет. На встрече обсудили еще один немаловажный вопрос – проблемы перерабатывающего кластера. Многим молочным производствам сегодня трудно конкурировать с продукцией, сделанной из порошка. Ведь она стоит намного дешевле, а снижать качество детского питания просто недопустимо. Совместно с краевыми властями компания договорилась проработать предложения по созданию добросовестных условий конкуренции, с которыми после регион выступит на федеральном уровне. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Кубанские казаки войдут во Всероссийское реестровое казачье войско. Эту инициативу поддержали еще в феврале в Совете при Президенте России по делам казачества. А в субботу кубанское войско прошло парадом по центральной улице Краснодара. По традиции марш открыли утренним молебном перед войсковым собором Александра Невского. Его провел митрополит кубанский Екатеринодарский Сидор вместе с духовенством. Затем шеренги казаков маршем отправились через улицу Красную на Театральную площадь. Почетный караул вынес регалии. Парадные расчеты поприветствовал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он подчеркнул, что кубанские казаки первыми в стране поступили на государственную службу и получили земли. Наша войско стала фундаментом возрождения казачества по всей стране. День реабилитации кубанского казачества – это новая точка отсчета для десятков тысяч казачьих семей. День, который разделил жизнь на до и после. 27 лет назад казаки-кубани получили право на продолжение казачьей истории, получили право на продолжение своей истории, получили право на возрождение казачьих традиций, сохранение культуры, уклада жизни. Старики всегда говорили – стой за правду горою, тогда и люди за тобою. Помните об этом казаки. Как бы кому не хотелось подорвать мир и спокойствие в нашей стране, какие бы истории не придумывались и новые санкции не изобретались, правда была, есть и будет на нашей стороне. За свою историю казачество пережило разные времена. От триумфа до забвения. А сегодня вы снова стоите на главной площади Кубани. Храните и защищайте нашу Кубань. Слава России! Слава Кубани! Слава Кубанскому казачьему войску! В наши дни отношение к казачеству в корне изменилось. Сейчас уже никому не надо доказывать, что казаки – это коренной народ Кубани, от стабильности и благополучия которого зависит дальнейшее развитие и процветание нашего региона. Расширить наши возможности позволит и новый закон о развитии российского казачества. Казачество всегда было, есть и будет опорой и поддержкой государства. У нас единая цель и единое понимание того, каким путем необходимо следовать во имя процветания нашего российского народа. И никто нас не собьет с намеченного пути. После 30 залпов салютной группы по главной площади Кубанской столицы прошел взвод барабанщиков. Маршировали расчеты отделов Кубанского войска. Самыми важными участниками парада стали юные ученики казачьих классов. Они сейчас есть в каждой школе региона. В стране стартовала гражданская кампания «Георгиевская лента». Проходит она в преддверии празднования Великой Победы и во всех муниципалитетах Краснодарского края. В Сочи распространять символ акции «Георгиевские ленты» начали сегодня на площади Флага. В этом году в город поступило 40 900 лент. Раздавать их в период с 13 до 14 часов добровольцы будут во всех районах курорта. В Центральном районе на площади Флага в Хосте символ Победы можно получить перед кинотеатром «Луч», в Адлерском районе на пересечении улиц Ленина и Кирова, в Лазаревском – у Центра национальных культур. Акция продлится вплоть до Дня Победы, а именно 25, 27, 30 апреля и со 2 по 9 мая. Десять дней, когда мы раздаем именно на этих площадях, далее раздача лент тоже будет проводиться на значимых мероприятиях майских, и везде нас можно будет встретить и везде получить заветный символ Победы. В том году нам пришлось докупать ленты, потому что не хватало, и мы уверены абсолютно, что и этих 40 тысяч лент нам не хватит, потому что горожане и гости нашего города очень охотно всегда принимают участие в этой патриотической акции. В рамках кампании не просто раздают георгиевские ленты, также организован сбор целевых пожертвований. Собранные средства направят на нужды Краевого клинического госпиталя ветеранов Бойн. В гостях у ветерана. Студенты медучилища сегодня навестили ветерана Великой Отечественной войны Валентина Гончарова. Он, будучи моряком, участвовал в освобождении приморских городов. Сочинская молодежь шефствует над всеми участниками Великой Отечественной и оказывает необходимую в быту помощь. Студентки медучилища здесь гости частые. Навещают ветерана каждый месяц. Биографию Валентина Леонидовича знают наизусть. Как и то, что он одинок, и помощь по дому ему просто необходима. Девочки и пыль протрут, пропылесосят, принесут из магазина продукты, а готовит Валентин Леонидович самостоятельно. И пирожные разные, и торт приносили, и закуски. И сейчас на балконе еще там лежат все куски. Спасибо вам, девочки. Это вам спасибо? Да. Стараемся уделять внимание Валентину Леонидовичу, потому что то, что они сделали, всегда останется в наших сердцах. И что бы мы ни делали, мы никогда не возместим это, потому что это очень ценно. Свой вклад в дело победы Валентин Гончаров сделал, будучи 16-летним матросом. В мирное время успел устроиться в Сочинское морское пароходство. Все его мальчишеские мечты были связаны с морем и флотом. Мечта сбылась, но на войне. Сначала он попал на портовый катер, который не раз попадал под бомбежки в районе Туапсе и Новороссийска. Затем был боевой корабль, где он освоил рулевое и сигнальное дело. Все это ему пригодилось и на быстроходном корабле, на котором ходил в дозоры, высаживал на вражеский берег разведчиков и диверсантов, а еще вывозил с малой земли раненых. Ну а самое страшное воспоминание, которым в очередной раз делится ветеран с молодежью, это сентябрь 43-го. Десантная операция в Новороссийске. Это ад. Был самый настоящий ад. Погибло столько наших ребят. И один 025-го 5-го дивизиона Державины, он загорелся и взорвался. Я ранен не был. Контужен был. Штурмом взяли город Новороссийск. 8-го числа, 4 часа утра. Поэтому высадили десант с Геленджика. Рано утром подошли. За всю войну на Черном море не было такой широкомасштабной и дерзкой операции. Валентин Гончаров там не только побывал, но и действовал наравне со всеми членами экипажа. К слову, ходить в море он продолжал и позже. В 18 лет начал свою действительную службу. После окончания войны стал морским пограничником. Далее годы работы в органах госбезопасности, после в прокуратуре Сочи. На пенсию Валентин Гончаров ушел в 70 лет. Но и сегодня, в 92 года, в нем есть что-то мальчишеское, говорят юные гости. С ветераном не только интересно, но и весело. Поэтому следующий визит студентки отложат ненадолго. Навестят подопечного и перед Днем Победы. В Сочи подвели итоги работы участковых избирательных комиссий. Ровно пять лет назад они были созданы для работы на выборах всех уровней. Эксперимент завершился удачно. В 2013 году впервые в международной практике было решено не созывать комиссии отдельно на каждые выборы, а сформировать команду сразу на пять лет. Именно этих людей впоследствии обучали на семинарах по постоянно меняющемуся избирательному праву и введению новых технологий. Сейчас мы при помощи новых программ получаем протоколы об итогах голосования. Мы сейчас при помощи новых программ максимально быстро оформляем заявления о голосовании по месту пребывания. Безусловно, что эти направления будут развиваться и будут позволять максимально открыто и прозрачно проводить выборы. За плечами этих участковых комиссий шесть избирательных компаний, а в Адлере вообще семь. Недавние выборы президента показали, что сочинские участковые комиссии справились на отлично. Только желающих проголосовать не по прописке оказалось 48 тысяч. Плюс внимание многочисленных наблюдателей. Отмечая профессиональную работу членов избиркомов, председатель городского собрания Сочи отметил, в них ничуть не сомневался, потому что в комиссии вошли активные общественники. Большинство из них это наши работники социальной сферы. Это учителя, это работники школьных образований, культуры, здравоохранения. Это тот актив наш, на который мы опираемся по решению любых городских задач, которые стоят перед нами. Поэтому хотелось бы всем им сказать искренние слова благодарны от всех депутатов городского собрания. И удачи на дальнейшем. В ближайшее время будет утвержден состав участковых избирательных комиссий на следующие пять лет. Этот цикл не такой насыщенный, как прежний. Тем не менее, сотрудников ждут четыре избирательные компании. Показатель смертности онкобольных в Краснодарском крае за последние три года снизился на 5%. Таких результатов удалось добиться благодаря выявлению злокачественных новообразований на начальных стадиях, когда лечение рака наиболее эффективно. Такую статистику озвучили на съезде онкологов и радиологов страны СНГ и Евразии. Он открылся в Сочи сегодня. Что обсуждали ведущие специалисты и какую оценку получил сочинский онкодиспансер от своих коллег, расскажет Ольга Десятого. Лучевая терапия, рак желудка, опухоли костей и мягких тканей, проблемы лекарственного обеспечения онкологии. Эти и целый ряд других вопросов обсуждали на отдельных секциях съезда онкологов и радиологов. Около 2000 специалистов из России и стран СНГ в Сочи в течение трех дней будут обсуждать наиболее эффективные методы диагностики и лечения онкобольных. Специалисты расскажут о достижениях радиационной медицины, о создании современных препаратов, о высокотехнологичной хирургии, а также об использовании сложнейшего оборудования и многих других аспектах взрослой и детской онкологии. Будут обсуждены наиболее актуальные вопросы современной онкологии, хирургическое лечение, химиотерапевтическая, лучевая диагностика, лучевая терапия. Мероприятие проводится раз в два года. Чтобы увеличить продолжительность и улучшить качество жизни онкобольных, нужно повысить выявляемость злокачественных новообразований на ранних стадиях, отметили на съезде. В Краснодарском крае, например, в течение семи последних лет врачи ежемесячно выезжают на обследование в районные центры. А с этого года к этим выездам добавились и еженедельные скрининг-осмотры в отдаленных поселках и хуторах. Онкологи уже осмотрели более 370 тысяч человек и у трех тысяч обнаружили рак. В Краснодарском крае смертность от онкологических заболеваний в прошлом году снизилась на 2%. Сейчас активно развивается проект «Кубань против рака», который включает как профилактические, так и раннедиагностические процедуры. То есть мы стараемся охотить максимум населения. У 70% сочинских пациентов рак обнаруживают на ранней стадии, рассказывает главврач сочинского онкодиспансера, главным онкологом Кубани и Южного федерального округа. Они в рамках съезда сегодня познакомились с возможностями городского лечебного учреждения. Несколько лет назад его не только отремонтировали, но и переоборудовали. В сочинском диспансере помогают пациентам с онкозаболеваниями разных локализаций. Специалисты владеют всеми возможными методами лечения. Это хирургический, химиотерапевтический и радиологический. Мы используем все современные методики, которые есть в мире. Они в общем-то все в мире одинаковые. Все медикаменты, которые необходимы. То есть диспансер полностью оснащен и оказывает всю необходимую помощь, которую нужно оказывать при онкологическом больнице. И диагностикой в том числе. Оснащение лечебного учреждения высоко оценил и главный онколог Южного федерального округа Олег Кит. В Южном федеральном округе великолепно реализована идея четырехуровневого оказания онкологической помощи, которая заключается в первом уровне – это онкокабинеты. Второй уровень – это онкодиспансеры, в котором мы сегодня все вместе были. Третий уровень – это краевой диспансер. И четвертый уровень – это Ростовский онкологический институт, федеральный центр, куда стекаются наиболее сложные и наиболее серьезные случаи для получения медицинской помощи населению. Я приятно удивлен, я впервые в этом диспансере. В планах подобные визиты во все онкодиспансеры юга страны. Также главный онколог ЮФО пообещал вернуться в Сочи уже с группой профессоров, провести обучающие программы для врачей и провести прием сочинских пациентов. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ. 24 апреля с 9 до 18 часов в связи с ремонтом водовода будет отключено водоснабжение поселков Горное Лао, Детляшка, Хобза, Беранда, улица Страханская, Обзорная, Лаоская, Огородная, Тракторная, Фруктовая, Львовская, Главная, Рязанская. Будет организован подвоз воды. К другим новостям. Очевидцы записали забавную погоню полицейских за мопедистом в Сочи. Запись появилась в городских соцсетях. Действие произошло накануне на улице Пластунской. На записи видно, как полицейский автомобиль преследует парня на мопеде. При этом мопедист едет в разных направлениях, в том числе по полосе встречного движения и по тротуару, заставляя полицейских несколько раз разворачиваться на проезжей части. При этом сам, судя по всему, просто развлекается. Попался ли в конце концов нарушитель, не сообщается. В Сочи прошел лохматый кросс. Необычный забег организовали любители животных. Пробежаться утром по набережной решили 53 участника. Точнее, вдвое больше, ведь рядом с каждым человеком четвероногий друг. Порода и заслуги не важны. Главное, собака любимая и здорова. Здесь же на старте сбор благотворительной помощи тем сам, кому повезло меньше. Тем самым мы сделали такую возможность, чтобы люди могли принести корм, какие-то там средства, чтобы все это передается в приют. Ну, в частности, приют БИМ, с которым мы уже долгое время плодотворно сотрудничаем. У меня тоже собака из приюта. И я на личном примере убедилась, что главное не борода, главное то, как ты общаешься с собакой, как она тебе отвечает взаимностью и становится лучшим другом. Участники пробежали так называемую хвостатую милю – 1600 метров. На финише каждый получил грамоту и сувенир. Победителя определять не стали. Для этого есть кубок Барбоса, традиционный городской конкурс для беспородных собак. В Сочи состоялось награждение лауреатов премии «Развитие регионов. Лучшее для России». Она была создана в поддержку государственной региональной политики, направленной на обеспечение устойчивого социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. Форум «Развитие регионов. Лучшее для России» собрал представителей российских компаний, которые реализуют федеральные и монорегиональные проекты в социально-экономической сфере страны. Не случайно он проводится в Сочи. Наш город – показатель эффективного и качественного развития региона. Здесь обсуждают будущее всей страны. Проводят анализы, выделяют приоритетные социально-экономические направления. А лучшие и оригинальные проекты заслужили специальную премию. Например, отмечена лучшая детская площадка России в загородном подмосковном отеле. Самый популярный мультфильм – это «Маша и Медведь». Поэтому мы решили сделать ее стилизованной полностью с этим мультфильмом. Пригласили создателей мультфильма, которые, в общем-то, нас консультировали, помогали, делали все это, организовывали. И состоялось открытие, дети были очень довольны. Представлен инвестиционный проект по модернизации региональной навигационно-информационной системы Московской области. Это цифровая система нового поколения, которая позволяет региону контролировать выполнение работы в области пассажирских и школьных автомобилей. Буссов дорожной, уборочной техники и так далее. Это первый такого рода инвестиционный проект. В компании отметили, что этим проектом модернизации заинтересовались и другие регионы России. Уже контролируются пассажирские предприятия. Уже можно сравнить, какое пассажирское предприятие лучше перевезло пассажиров, какое хуже, какие водители не нарушали скорость, какие нарушали. То есть теперь для субъекта есть реальный инструмент контроля. Отмечены массовые увлечения людей в спорт. Здесь лидирует сеть фитнес-клубов «Зебра» с 20-летним опытом работы от эконом-класса до бизнес и премиум-сегмента. От других клубов их отличает особая благотворительная программа. Это помощь инвалидам, пенсионерам, детским домам. У нас действует сеть салонов СПА и салонов красоты. Поэтому у нас больше уже не спортивные клубы, а клуб коммуникативный, по интересам, люди знакомятся. И люди практически полностью могут свой досуг провести в наших клубах практически от и до. В премии развития регионов «Лучшие для России» отмечена и федеральная сеть фитнес-клубов «Территория фитнеса» за их успешность и стремление к развитию по всей стране. Мы приняли внутреннюю стратегию 2022. У нас сейчас действует 12 клубов в Москве и в России. И к 2022 году мы хотим открыть еще более 100 клубов. И свою миссию формулируем как привлечение наших сограждан к активному образу жизни и пропаганду спорта. Торжественная церемония вручения наград прошла в 12 номинациях. Это интернет-связь, коммуникации, транспорт, туризм, промышленность, образование, здоровье, развитие розничной торговли, сельское хозяйство, поддержка малого и среднего бизнеса, жилищный вопрос и спорт. Гелена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Соревнования по конкуру в честь 95-летия «Динамо» прошли в Сочи. Открытое первенство города собрало 30 участников. Наездники соревновались в самом зрелищном и молодом виде – конкуре. Его развитие началось около столетия назад. Однако пользуется большой популярностью не только у спортсменов, но и у большинства зрителей. Ведь это очень эффектное зрелище. Конкур подразумевает преодоление различных по сложности препятствий на маршруте. На ипподроме в Сочи поучаствовать в нем решили 30 человек. Возраст наездников – от 12 до 25 лет. За право стать победителем состязались и любители, и опытные спортсмены. Получив грамоты и ценные призы, победители отправились тренироваться дальше. Ведь уже скоро ребята отправятся представлять честь края города на Спартакеаде. А 13 мая на манеже конно-спортивной школы-курорта состоится очередное первенство по конному спорту. В Сочи прошло открытое первенство города по самбо среди юношей. Участники состязались за право представлять курорт на краевых турнирах. В турнире приняли участие более 70 атлетов из всех спортшкол и клубов города. Почетными гостями стали Аркадий Трапезонов, член попечительского совета Федерации самбо, один из основателей первых тренеров по борьбе в Сочи, а также заместитель председателя сочинского «Динамо» Дмитрий Лизнов. Победители и призеры были награждены медалями и грамотами, а сильнейшие получили право представлять курорт уже на краевых соревнованиях по самбо. По результатам ребята будут присвоены очередные, а кому-то и первые спортивные разряды. Напомню, что Краснодарский край четвертый год подряд признается лучшим среди регионов по развитию физкультуры и спорта. По решению губернатора с 1 сентября самбо на уроках физкультуры начнут преподавать в более чем 140 школах. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Бешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.